Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гибель четырех подростков на льду Тимашевска стала предметом серьезного разговора на селекторном совещании, которое провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Выразив соболезнования родным погибших ребят и поручив главе Тимашевского района сделать все, чтобы оказать помощь и содействие семьям, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что трагедия произошла днем, и тимашевцы могли видеть мальчишек на льду. К сожалению, никто их не остановил и ничего не предпринял. Равнодушие сегодня, слушая, равнодушие. И это равнодушие приводит к такой огромной трагедии. Губернатор поручил разобраться, как работает в Тимашевске транспорт, почему детям удобнее было пойти через опасно слабый лед напрямик. Существующие таблички, предупреждающие об опасности нахождения на льду, должны быть постоянно обновляющимися. Таблички должны быть живыми и актуальными. Таблички, еще раз подчеркиваю, должны быть актуальными и конкретно отражающими ситуацию на воде. Толщина льда. Вот если там стоит толщина льда, я еще раз подчеркиваю, конкретная, значит, ежедневно идет разомер, то, понятно, люди тогда привыкнут и к табличкам будут относиться с вниманием только тогда. А сейчас они к ним будут стоять формально, потому что они узнают, установили эти таблички, когда еще льда на воде не было, и до сих пор ставят таблички, стоят. В связи с предстоящими крещенскими купаниями губернатор поручил в местах проведения этих мероприятий соблюсти все меры безопасности и организовать пункты обогрева и постоянное дежурство. С вопросом, где у нас в Анапе организованы такие места, мы обратились к начальнику управления гражданской обороны и защиты населения. Это Малая бухта, это Центральный пляж, где мы сейчас находимся, и Центральный пляж Станицы Благовещенской. Все эти места будут оборудованы. Начало мероприятий планируется с 21 часа до 2 часов ночи. На всех этих местах будет поставлено освещение, дежурство спасателей, медицины, правоохранительных органов. Будет регулироваться подъезд к этим местам. Все остальные места прошу не рассматривать для этих мероприятий, потому что они не оборудованы. И хочу предупредить, что погода ожидается не совсем комфортно. По прогнозу, дневные температуры не будут превышать плюс 3 градусов, ночные будут до минус 3, минус 5. Но прогнозируется сильный северо-восточный ветер 10-12 с порывами до 17 метров в секунду. Что возможно, как отжимная волна. Поэтому спасатели будут находиться в гидрокостюмах и обеспечивать безопасность тех, кто будет проводить эти мероприятия. Не могу не остановиться и на тех трагических событиях, которые произошли в Тимошевском районе, где погибли 4 подростка. Надо отметить, что в холодной воде практически шансов в теплой одежде выжить даже у взрослых минимально. А у детей они сводятся к нулю. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям и гостям Анапы усилить контроль за детьми. Ни в коем случае, при любых обстоятельствах запрещать выход на лед. И особенно на тех местах, которые удаленные места и где минимальный контроль со стороны администрации и хозяйствующих субъектов. В субботу, 14 января, в селе Пятихатке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 180 домов остались без газа. Оперативные группы быстро отреагировали на происшествие. Уже через несколько часов начались работы по восстановлению газопровода. В субботу поздно вечером водитель отечественного легкового автомобиля превысил скорость. 21-летний мужчина не справился с управлением и столкнулся с опорой линии электропередач. От удара столб упал на газопровод низкого давления. Экстренные службы отреагировали оперативно и приступили к восстановлению коммуникаций. Из-за аварии была приостановлена подача газа в 180 домов на улице Джаметинская. Уже к 12 часам следующего дня практически все подготовительные работы были завершены. Мы с вечера собрали бригады аварийные. Сейчас приступили к восстановлению газопровода. Работы проводятся. Думаем, что к часам 12 дня мы закончим сварочные работы и приступим к пуску газа на поселок. Люди у нас для этого есть. Собраны все наши мастера, слесаря. Люди оповещены. Глава местной администрации подключен по линии оповещения жителей о том, что необходимо произвести необходимые работы. В настоящее время повреждение полностью устранено. Подача газа возобновлена в полном объеме. Жители города столкнулись с некоторыми неудобствами в городской поликлинике. С 5 января здесь начался капитальный ремонт первого этажа. Особое внимание будет уделено регистратуре. Как рассказала заместитель главного врача Елена Паркина, новые помещения будут соответствовать всем нормам современных требований. Будут созданы все условия для пациентов, в том числе и для пациентов с ограниченными возможностями. Полностью модернизируется сам подход к регистратуре. Будут установлены мягкие диваны. Все это делается благодаря активному участию администрации Людмилы Георгиевны Мурашовой. И хотим отдельно сказать спасибо депутату Государственной Думы Демченко Ивану Ивановичу, который выделил денежные средства именно на проведение данных работ во имя блага наших пациентов, которые посещают поликлинику. И хочу сказать нашим пациентам, которые сейчас при проведении ремонтных работ посещают поликлинику, принести свои извинения за созданные неудобства. Анапская избирательная комиссия подвела итоги прошедшего года. Он выдался насыщенным на события. Главное из них – выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Напомню, что по нашему округу с большим отрывом победил Иван Демченко, которого выдвинула Единая Россия. Не столь масштабные, но не менее важные выборы нас ждут и в этом году. Нам предстоит отдать свои голоса за кандидатов, которые войдут в состав законодательного собрания края. А в этот день в избиркоме наградили тех, кто обеспечивал организацию избирательного процесса. За информационное освещение выборов 2016 благодарность получил и коллектив нашей телерадиокомпании. Спасибо и от избирательной комиссии Краснодарского края, и от территориальной избирательной комиссии Анапская. В этом году, которые проявили хорошие организаторские качества при подготовке выборов. Хочется отметить, что сегодня выборы можно проводить только на высоком организационном уровне и грамотно. В связи с этим весь год на протяжении подготовки избирательной кампании проходило обучение всех организаторов выборов и всех участников избирательного процесса. В этом году, готовясь к выборам законодательного собрания края, то есть мы будем выбирать депутатов законодательного собрания Краснодарского края, мы также будем уделять огромное внимание обучению. Ярмарки при Возанаповой эти дни работают в атмосфере праздничного оформления. По выходным на ярмарках бесплатная лотерея и концерты. По результатам мониторинга комиссия по контролю за ценами подтверждает, что цены здесь на уровне установленных. Череда новогодних праздников предполагает продуктовые закупки. В выходные дни на ярмарках-привозах любой покупатель может стать обладателем счастливого лотерейного билетика бесплатной лотереи, которой всю продукцию представляют местные фермеры и предприниматели. Все лоты – ощутимое под спорь к домашнему бюджету. И своеобразное знакомство с тем, что производят местные предприниматели на своих подворьях. Продукты качественные, цены на таких ярмарках гарантированы. Ознакомиться с тем, что почем на сегодняшний день, можно на специальных стендах. За ценами в режиме постоянного мониторинга следят общественники и представители администрации города. В настоящее время у нас продолжается комиссионная проверка по ярмаркам-привоз, где мы проверяем цены, которые должны быть соответственно распоряжению, чтобы не было завышения, чтобы люди могли спокойно приобрести товар, зная, что здесь на ярмарке-привоз цена ниже, чем на обычном молочном магазине, рынке, чтобы можно было прийти, рассмотреть разнообразие товара и приобрести то, что хочется. Такие комиссии у нас проходили и в прошлом году, были сделаны некоторые замечания. Замечания устраняются. Я думаю, что эта работа будет продолжена и дальше. И пожелать всем уже в наступившем новом году счастья, здоровья и благополучия. Местные товаропроизводители с удовольствием работают на таких рынках, ведь торговые места администрация предоставляет бесплатно. Покупательский спрос на ярмарках высок, а у администрации города есть планы расширять такие торговые площадки. В планах увеличение на четыре площадки. Это хутор Красный, еще одна в станице Анапской, в станице Костогайской и в центральной части города Анапы. Хотелось бы всем напомнить, что у нас действует рекомендованная максимальная цена, которую вы можете посмотреть на стенде на каждой ярмарке и сверить с той ценой, которую реализовывают уже непосредственно наши продавцы. Также на стендах указаны телефоны контролирующих служб. В случае завышения цены вы можете обратиться по данным телефонам, и мы оперативно отреагируем на данные факты. Музыка с самого утра на рынке создает праздничное настроение. Атмосфера народного гуляния долго царит в торговых рядах. Обладатели лотерейных выигрышей щедро делятся праздничным настроением. Фортуна все-таки существует. Я хочу всех поздравить с Новым годом, с наступившим уже. Пожелать вам счастья, здоровья, мирного неба над головой. Будьте счастливы. В Анапе пройдет месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Старт будет дан церемонии открытия, которая состоится 23 января в сквере боевой славы. С этого дня и по 23 февраля в Анапе пройдут десятки мероприятий. Уроки мужества, встречи молодежи с ветеранами, мероприятия в спорте и культуре. В этом году месячник будет проходить под девизом «Святое дело, Родине служить». При его проведении будет сделан упор на такие памятные даты, как 80-летие Краснодарского края и 90-летие со дня образования ДСА в России. Также будет отмечен старт общественного проекта «Поколение бессмертного полка». Традиционно в событиях примут участие школьники и студенты, представители Совета ветеранов, казачества и общественных организаций, а также военнослужащие. Стартует комплекс тематических мероприятий 23 января в сквере боевой славы в 11.00. Приглашаются все желающие. Служба в органах Министерства внутренних дел не только почетна, но и очень ответственна. Капитан полиции Иван Качьян работает в Анапском линейном отделе уже третий десяток лет. В 2015 году он был назначен оперативным дежурным. О нелегкой, но интересной работе рассказал сам герой нашего материала. В дежурная часть линейного отдела полиции именно сюда стекается вся оперативная информация. С важных транспортных объектов не только Анапского, но и Темрюкского района. 24-й год здесь несет свою службу капитан полиции Иван Качьян. Вопросов, когда шла речь о выборе профессии, у него не возникало никогда. По большому счету у меня отец в органах служил, был начальником новокубанского РОВД. Брат старший, начальник следственного отдела сейчас, вышел в отставку. Считается в третьем поколении, дочь в четвертом сейчас у меня пришло. Сомнений никогда не было, потому что и я, и старший брат всегда хотели в органах милиции служить. Это уже было сразу определено. Никаких других профессий у нас не рассматривалось. То же самое, как и дочь моя. А работа здесь действительно не из простых. Постоянный контроль за объектами – это только часть ее. В случае каких-либо происшествий он обязан организовать работу сотрудников. Это также зона ответственности оперативного дежурного. Кроме этого, приходится оказывать помощь пассажирам, которые попадают в самые неожиданные ситуации во время путешествий. Забывают вещи, людей друг друга теряют. Приходят, обращаются так же. Приходит человек, говорит, у меня брат, сват, кум выехал с Мурманска. Должен быть 5-го числа здесь. Сегодня 10-е, где он? Вот и найдите его. Мы находим, это уже технический вопрос. Мы помогаем, как можем, в принципе. Как считает капитан полиции, нельзя отказывать людям в помощи ни при каких обстоятельствах. В основе работы должно лежать человеческое взаимопонимание. Совсем недавно Иван Качян помог мужчине, который приехал на отдых. Он потерял документы и деньги. Оформил новые документы, помог с деньгами. А спустя некоторое время в Главное управление на транспорте МВД России пришло благодарственное письмо, в котором было написано, если в системе МВД России есть такие бескорыстные и добросовестно выполняющие свой долг сотрудники, значит реорганизация в органах внутренних дел прошла не зря. По сообщению Кубаниэнерго, завтра, 17 января, в связи с проведением ремонтных работ с 13 до 17 часов будет частично прервано электроснабжение в Благовещенской, Лиманном, Красном Кургане, Красной Скале, Капустине, Виноградном, Суворов, Черкесском и Суко. Дополнительную информацию можно получить по телефону диспетчера Анапского РС 542-22 или по телефону горячей линии 8 800 115 52. Наш генеральный партнер производственного предприятия «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и желает в новом году анапчанам благополучия, мира и успеха. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин